Стартовал форум, рано утром успеть надо много, день расписан практически по минутам. На церемонии открытия к участникам с приветственным словом обратился председатель Брестского городсполкома Александр Рогачук. Градоначальник отметил, у инициативы есть большие шансы закрепиться в списке популярных и полезных мероприятий, ведь никакие, даже самые передовые технологии не способны заменить живое человеческое общение. Реально город Брест богат своими побратимами. 33 города находятся с нами в той или иной форме юридического оформления побратимских отношений и практически со всеми эффективны хорошие личные отношения, обмен делегациями, культурные отношения. Поэтому родилась такая мысль наполнить экономической составляющей больше и наши побратимские связи. И вот этот форум родился в результате. Церемония открытия была отмечена важным событием – чествованием 50-тысячного туриста 2018 года. Им оказался бизнесмен из страны-соседки Польши. Очень понравилось то, что я сегодня получу. Я надеюсь, что это символичный наград за пиццу туристов, которые приехали к вам. Я, как раньше говорил, уже 25 лет работаю с фирмами биорусскими. Я очень часто бываю на Беларуси, даже в моем любимом городе Брест. Очень понравилось. Для меня эта страна, природа, чистенько, нормальные люди, красота. Ну и развитие этого города и страны дальше. Мне очень понравилось. Я много уезжаю в разные страны мира. Но Беларусь для меня очень понравилось. Затем участники отправились на выставку товаров и услуг предприятий и организации региона. Это прекрасная возможность не на словах, а на деле ознакомиться с белорусской продукцией, а также завязать полезное знакомство, найти партнеров и клиентов. Мы, как представители страны, приезжаем сюда на протяжении 17 лет на такие особенные мероприятия, как сегодня. У нас много общего. Оба города с богатой историей, в обоих есть крепости. Туризм – важное для нас направление. Мы можем развивать его вместе. Удмуртия очень-очень любит Беларусь, очень тепло относится к Республике Беларусь. Еще раз хочу поблагодарить руководство горосполкома Александра Испаныча за такую авиационную сферу, очень теплую, очень приятную. И мы надеемся, что она отдаст хороший результат. Далее в программе презентации инвестиционной, деловой и культурной привлекательности Бреста, а также китайского города Баинь, украинского Ивано-Франковска, голландского Кувордена, российских Ижевска и Петрозаводска. Форум – отличная площадка для диалога не только областного центра Брещины со своими партнерами и побратимами, но и между ними. Это же не только отношения Бреста и побратимов. Даже наши побратимы входят между собой в определенные экономические отношения, и они нам благодарны, что именно Брестка, земля, стала этой площадкой, где они могут найти друг друга. Кульминационный момент – подписание ряда документов. Без малого два десятка соглашений, договоров и контрактов обязательно придадут новый импульс к деловым отношениям. Большинство документов уже имеют точечный, конкретный характер. Я почему-то не сомневаюсь, что этот форум приживется, потому что первый блин уже не пошел комом. Уже сейчас планируется подписание 18 соглашений. Из этих 18 соглашений больше половины уже имеют точечный характер. То есть Полесья Жилстрой создает совместное предприятие с летовцами. Завод бытовой химии нашел себе партнера Российской Федерации. Наша шоколадная фабрика, которая тоже находится в сложном состоянии, нашла себе партнера в нашем городе Побратиме. Таких форматов очень-очень много, и я почему-то думаю, что эффект будет. К слову, в ходе форума в список Побратимов города над Бугом были внесены очередные позитивные изменения. Теперь Побратимские отношения связывают белорусский Брест и китайский Баинь. Мы недавно приехали, но уже успели немного увидеть ваш город. Он небольшой, но очень красивый и чистый. Сегодня коммуникации между нашими городами не очень активны, но я надеюсь, что форум и соглашения дадут толчок для их развития. Заключительная часть инициативы экскурсии участники в соответствии с проявленным интересом были разделены на группы и посетили субъекты хозяйствования по четырем направлениям – промышленность, логистика, социальная сфера и строительство. Результативность первого форума впечатляет, но останавливаться на достигнутом организаторы не спешат. Выгодных контрактов, удачных партнеров, благодарных покупателей и клиентов, как известно, много не бывает. А значит, стоит ждать продолжения и развития инициативы в будущем юбилейном году. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.